Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на наушники от компании Adidas. Достаточно интересные и они причем в целом универсальны как для занятий спортом, так и для ежедневного использования. Плюс большое количество крутых технологий внутри. Поэтому давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное номинование модели данных наушников Adidas ZNE-01TVS в цвете Night Grey. Действительно интересные и любопытные наушники. С точки зрения технологии здесь много чего есть. От влагозащиты до действительно удобной посадки в уши. Но начнем мы с комплектации. Первое, что нам попадается на глаза, это конечно же USB Type-C кабель на USB Type-A. Также есть Quick Start Guide, проще говоря, инструкция и информация о гарантии. Сам же кейс выполнен из серого пластика. Он такой немножко рифленый, достаточно любопытный по текстуре. Важный, наверное, аспект то, что в руках ощущается действительно хорошо. И это еще очень легкий кейс, хотя и имеет даже влагозащиту IPX4. Сами наушники у нас IPX5, соответственно от влаги и пота. В нижней части находится USB Type-C для зарядки. Есть и беспроводная зарядка, а также кнопка состояния. На жаль, на нее поняли сейчас, что происходит с наушниками. Заряжены, разряжены и так далее. С фронтальной стороны есть светодиод. Выпадать из кейса наушники точно не будут. Магниты очень плотные и крепкие. Будут удерживать там легко и непринужденно сами наушники внутри. Ну а когда нужно достать, вы их легко достаете. Вот такая магия. Что касается самих наушников, они достаточно компактные. Есть вот такие силиконовые насадки для того, чтобы они сами. Наушники сидели в ушах максимально плотно, даже во время самых интенсивных тренировок. Ну в моем случае, например, во время бега частенько выскальзывают. И вот такие силиконовые амбушюрки помогают находиться наушникам 100% в ушах на протяжении всего времени. Здесь у нас Bluetooth 5.2. Есть поддержка кодека IPTX. И по звуку действительно эти наушники достойны абсолютно внимания. Как для ежедневной носки, так и для использования их в режиме именно тренировок. И самый, наверное, важный аспект, то что и микрофоны здесь тоже хорошо работают. Это немаловажный такой фактор. Я, например, разговариваю только в гарнитуре, и с этими наушниками у меня вообще никаких проблем не было. Поэтому звук на уровне для любого формата музыки и для занятий спортом. И в целом на каждый день они подойдут наилучшим образом. И важно, наверное, то, что они еще и максимально легкие. То есть на протяжении достаточно длительного времени, если вы будете их таскать в ушах, никаких дискомфортных ощущений вы испытывать не будете. И тут важно понимать, у меня достаточно большие уши, то есть они легко туда заходят. Но и девушке с маленькими ушами не переживайте. У вас тоже все будет хорошо. Это тоже отличительная черта у данного типа наушников. Сидят плотно, хорошо, и вы легко сможете со всем этим взаимодействовать. Внутри ушной раковины выглядит очень компактно. Легко достается, если это необходимо. Что тоже является маленьким, но все-таки плюсом в копилку к дополнительным возможностям. И управление у нас происходит путем использования вот таких вот дайджестов. Так что тоже можно будет легко взаимодействовать с наушниками, поставить на паузу, ответить на звонок. Все это здесь реализовано наилучшим образом. Ну и давайте тест активности для того, чтобы вы понимали. Как ни трещи головой, как и ни крути, наушники все равно остаются в ушных раковинах. И это, наверное, самый важный показатель из всех возможных. Давайте переходить к итогам. По итогам получается так, что Adidas действительно молодцы. Это отличные наушники, которые позволяют вам использовать их как гарнитуру на ежедневной основе, использовать их в метро, получать максимум удовольствия и, конечно же, в них тренироваться. Причем у нас даже влагозащита как кейса, так и самих наушников внутри присутствует. Поэтому от меня искренние рекомендации. Ну а актуальную цену смотрите по ссылке в описании к этому видео, там, где вы смотрите. Ну а если смотрите на YouTube, то ссылка также будет продублирована в прикрепленном комментарии. Не забудьте поставить большой балет вверх, подписаться, опять-таки, где вы смотрите. Это YouTube, ВК-видео, Рутюб, конечно же, Дзен и Телеграм. В Телеграме вы также можете оставить свою эмоцию, там их достаточно много, и мы сразу поймем, понравилось ли вам видео или же не понравилось, или какие-то другие эмоции вызвало. Так что давайте, держайте, все ссылки будут в описании.